Привет друзья баскетболисты и сникерхеды, меня зовут Дима и это канал о баскетбольных кроссовках. Сегодня речь пойдет о последнем флагмане Джордан Брент, Джордан 38. Офигеть, уже 38 номерные Майкла. У меня уже было видео с первыми впечатлениями об этих кроссовках и кстати у моего брода Димы с канала кроссовки.нет тоже есть видос с первыми впечатлениями и скоро выйдет полноценный тест обзор этих же кроссовок только в другой расцветке. Обязательно посмотрите, потому что во-первых я могу что-то упустить, а во-вторых Дима антропометрически немножко другой игрок, более легкий, более быстрый, скоростной. Поэтому его точка зрения будет отличаться немного от моей, более тяжелого и такого массивного игрока. Так что суммарно два наших обзора должны закрыть все вопросы, которые есть по 38 жорикам. Перед тем как перейти непосредственно к тесту, я расскажу вам о наших социалках, группе ВК и Телеге, где мы публикуем новости из мира баскетбольных кроссовок, а также о нашем сайте Киксологии, где вы можете найти не только мои обзоры, но и моих коллег, которые имеют опыт тестирования баскетбольных кроссовок больше 15 лет. Традиционно начнем с бокса, и это стало первым, но не последним разочарованием относительно данной модели. Найскучнейшая коробка из переработанного картона с громкими надписями о том, как бренд заботится об экологии. Перейдем к самим кроссовкам. Тут конечно намешали все, что можно, нужно и не нужно. Большая часть корпуса изготовлена из искусственной кожи средненького качества, хотя некоторые заявляют, что это натуральная кожа. Как бы то ни было, качество ее посредственное. Да, бывает и хуже, но это не оправдание для флагманской модели. По бокам иллюминаторы из плетения, но это и близко не похоже на сетку, как в Jordan 36 или 37. Скорее это что-то подобное нитям Flywear, только сплетенное таким причудливым образом. Задник тоже выполнен из искусственной кожи, но с огромным количеством прошивки. Даже вышивки я бы сказал. И завершает эта накладка из чего-то напоминающего искусственную замшу, только грубее и плотнее. 38 отсылает к 8 номерной модели, как это началось с 31, которые отсылали к 1. Мне кажется, эта история уже изжила себя. В 31 и 32 это смотрелось интересно, свежо и необычно. А вот дальше пошло все хуже и хуже. И сейчас это не какое-то переиспользование интересных дизайнерских решений, а какие-то вяленькие полунамеки, отсылки, в которых еще нужно разобраться, что это отсылки. Например, вот тут вот эта крестовина, которая идет в мицоле и выходит вот так на бока. Это отсылка к тем ремешкам, которые были у восьмерок сверху. Кружочек на язычке с логотипом. Да, он похож на таковой, как были у восьмерок. И в некоторых расцветках прямо его хорошо так задублировали. Ну, а тем не менее. Ну, и общий силуэт тоже, в принципе, напоминает таковой у восьмерок. Такой немножечко грубоватый, немножко массивный. Хотя при всей массивности восьмых Джорданов они, мне кажется, более элегантными, нежели получились 38. Но это мое субъективное мнение. Но раз уж остановились на дизайне, то стоит отметить другие пасхалки, которые здесь спрятаны. Например, вот на этой пластиковой плашке есть точечки, которых здесь ровно 38, соответственно, как номер модели. А с внутренней стороны они тоже присутствуют, но здесь их уже 23, как, собственно, игровой номер Майкла Джордана. В начале язычка вот здесь такая интересная фиговина. Это как бы три икса, и в них перевернутая восьмерка. Соответственно, тоже 38. Количество различных линий и черточек, которые вышиты вот здесь вот с обоих сторон, отсылают к культовому 93 году, когда Майкл взял свой третий чемпионский перстик. И, собственно, здесь зашифрованы его показатели в финальной серии против Phoenix Suns. В среднем в этой серии он делал 41 очко, 8 подборов, 6 передач и 50% попаданий с игры. С внутренней стороны здесь вот вышито три ромба, соответственно, три чемпионства, которые на момент выхода восьмой номерной модели получил Майкл. Они же показатели команды в том сезоне. Соответственно, это 57 побед и 25 поражений. Обидно, что эта прикольная и интересная информация никак не афишируется даже на главном сайте найти.com. И приходится эти пасхалки разгадывать по различным статьям, анонсам этой модели. Но это же прикольно, когда такие штуки дизайнеры прячут в кроссовках. Сделайте какой-нибудь интересный буклетик и положите его в коробку. Я думаю, фанаты будут счастливы. Но нет, может в этом есть какой-то смысл. Мне он немножечко непонятен. Внутренка кроссовок это то, что расстроило. Во-первых, выстилка. Она какая-то грубая и непрезентабельная. Я недавно купил жене Air Force 1 и вот там такая же дешманская противная выстилка. А стоит Force в два раза меньше. Это, конечно, печалька. Есть полусапожок, но тоже чуть калечный. Но об этом дальше. Набивки немного. Она вокруг пятки. Но слой небольшой. И немного ее в язычке. Что радует, а то надоели сверхтонкие язычки, через которые давят шнурки. При этом в язычке будто не поролон, а какая-то пена на продавливание. Прикольное ощущение получаешь. Немножко остановлюсь на моей расцветке. Она посвящена Го Ай Луню. Это китайский профессиональный баскетболист. У него уже давний контракт с Jordan Brand и в принципе достаточно много номерных моделей уже выходило в его фирменной расцветке. Эту расцветку я выбрал по двум причинам. Во-первых, мне нравится сочетание такого белого с бирюзовым и кое-где желтые акценты. Интересное сочетание. И второе. Есть у Jordan Brand и Nike такая тема, что для китайского рынка они выпускают спецверсии кроссовок. Тех же самых моделей, которые выходят на мировой рынок, но чуточку отличающиеся. В большинстве случаев отличаются они тем, что подметка делается более износостойкой, потому что в Китае дико популярен уличный баскетбол. Там очень много уличных площадок. Соответственно, потребителям на китайском рынке нужны кроссовки, которые выдерживали бы уличное покрытие. И второй момент. Некоторые модели, не все, делают с более широкой колодкой, потому что азиатские стопы, они чуточку отличаются от европейских. Они более такие широкие. И вот такие модели, которые предназначены для азиатского рынка, Nike помечает буквами EP, а Jordan Brand PF. Но самое интересное, что это эксклюзивная для азиатского рынка расцветка, потому что она посвящена китайскому баскетболисту. И на европейских и американских рынках, наверное, его даже никто и не знает. Но эта версия кроссовок не PF, а обычная, как поставляется на американские рынки. Теоретически с более мягкой подметкой. Это и стало второй причиной, по которой я выбрал этот колорвей. Хоть шузы и высокие, но обувать их очень легко. Язычок прям сильно-сильно отгибается и со свистом нога пролетает внутрь. Четыре туннельных петли из кожи и две обычные затягиваются легко, проблем нет. Тут все хорошо. Кстати, форма первых четырех петель тоже немного копируется с восьмой номерной модели. Кстати, хоть кроссовки выглядят достаточно широкими, но с помощью сильной затяжки шнурков я достигал той тугой затяжки и фиксации, как я люблю, чтобы нога никуда не одевалась, не ерзала, была как в тисках. И наконец-то, благодаря не тонкому язычку, шнурки не впивались в подъем ноги. Тут все хорошо. Когда первый раз я обул их дома, то показалось, что все отлично, мягко, комфортно. И я думал, что разбивка им не требуется, и они мягенькие, комфортные, прям из коробки. Но не тут-то оказалось. И вот на первых, наверное, четырех тренировках происходила все время какая-то лажа. Во-первых, на самой первой тренировке мне терло где-то в районе мизинца, вот здесь. Было такое ощущение, что я не вытянул язычок, когда обул кроссовки. Образовалась складка, она-то и трет. Мне пришлось даже остановиться, проверить, но все было окей. Я даже засунул руку внутрь. Вроде никаких швов там нет. Что там терло, непонятно. Благо, никакой мозоли не образовалось. На второй тренировке этого уже не было. Но появились различные, немножечко некомфортные ощущения. Где-то сбоку, вот здесь вот в районе пятки. Тоже как будто что-то терло, чуть-чуть давило. Но опять же, не до мозоли. И где-то уже к концу четвертой тренировки все это прошло. Все стало отлично. И кроссовки стали радовать своим хотя бы фитом. А может это специально так сделано. Потому что раньше кроссовки от Jordan Brand нужно было разнашивать хотя бы 2-3 тренировки. Последних номерных этого не было. Но видимо таким образом дизайнеры решили порадовать давних фанатов Jordan Brand. Вентиляция хорошая, потому что здесь вот сплошная сетка. Да, она немножечко прикрыта неопреновым сапожком. Но воздух неплохо проникает внутрь. И в язычке тоже достаточно вентиляционных отверстий. Паровой бани нет и в помине. В этих кроссовках я бегал наверное больше 2-х месяцев. Прям долго я их тестировал. И никакого неприятного запаха в них абсолютно нет. Вот честно говорю. И добавлю небольшую ложку дегтя относительно язычка. Да, он прикреплен резинками, но я считаю, что их сделали слишком длинными. Потому что уж слишком большую свободу они ему дают. Да, это плюс. Вы его можете очень сильно хорошо так отогнуть, чтобы легко обуть эти кроссовки. Но в игре он немножко ерзает и может вот так подвернуться, вот так подвернуться. Если бы резиночки были короче, этого бы не было. Но в принципе, когда обули, поправили язычок, сильно зашнуровали, дальше сильных проблем быть не должно. На моей паре Icy Soul и рисунок классическая елочка. И хоть тут без потрясений. Тракция отличная. Пяти различных залах с самым разным качеством паркета я бегал в них и везде все было окей. Хотя у Дима из кроссовки NET есть небольшие нарекания к тракции. Но у него пара с обычной резиной. А у меня Icy Soul. И у меня вроде все было хорошо. Четко, предсказуемо, уверенно. Остановки, смены направления, старты. Тут Jordan 38 меня не подвели ни разу. Елочка есть елочка. В плане безопасности полный порядок, но с одной оговоркой. Но сначала о плюшках. Вот этот крест, который должен стабилизировать мицоль, он как бы смещен вверх. Обычно подобная ригидная структура находится в центре кроссовка. Здесь ее неплохо так сдвинули к передней части. Но в принципе каких-либо проблем со скручиваемостью и с гибами нет. Не могу я их даже прокрутить. Наверное, благодаря тому, что этот крест делает такие массивные захлесты с двух сторон. Они-то как раз таки и не дают мицоли провернуться и согнуть ее в центре невозможно. И опять же, благодаря форме креста и то, что здесь есть вот эти злосчастные вырезы, о которых попозже, кроссовки в передней части неплохо так сгибаются, что дает неплохую, в принципе, естественность. И баллов естественности добавляет скругленная пятка и носок. Благодаря этому неплохой перекат с пятки на носок происходит бежать в них достаточно комфортно. Каких-то сверхусилий, продавливая кроссовки и сгибая, стопе выполнять не приходится. В принципе, это ощущается и в игре. В этих кроссовках я чувствовал себя стабильно и уверенно. В любых ситуациях ни разу они меня в плане безопасности не подвели. И опять же, благодаря этим выступам здесь массивный на центральную часть. И здесь спереди клык заходит. Каких-либо сходов стопы при латеральных нагрузках, боковых остановках тоже не происходит. Так, пойдем дальше. Кроссовки кажутся очень высокими, но эти боковины мягкие. И могу сказать, что подвижность в голеностопном суставе они ограничивают не сильно. В последнее время я привык бегать прям в низких кроссовках. И думал, что тестируя 38-е я буду чувствовать не то, что дискомфорт, а какие-то непривычные ощущения из-за их высоты. Но положа руку на сердце, 38-е прям высокими кроссовками не ощущаются. Да, они неплохо так схватывают голеностоп. Но благодаря тому, что каких-то ригидных структур в этих боковинах нету, каких-то ограничений при движениях, при кроссоверах и каких-то других мувах я не ощущал. Да, это точно не низкие кроссовки, но и высокими они не ощущаются. Скорее, что-то среднее между низкими и мидкатами. Ну и, конечно же, пяточный стакан. Он тут вон какой массивный. И продавить его я совершенно не могу в монолит. Он хорошо так держит пятку, она никуда не ерзает. Все отлично. Но есть одно очень большое но. Обычная износостойкость кроссовок я затрагиваю в конце. Но здесь она прямо влияет на безопасность. Начнем с безобидного. Вот эта пластиковая колодка с двух сторон. Это просто магниты для различных царапин, отметин. Но, в принципе, хрен бы с ними. Они немножко ухудшают, конечно же, внешний вид. Но на игровые характеристики никоим образом не влияют. Далее. На правом кроссовке, который я держу в руках, у меня расклеился нос. Что я имею в виду? Верхний вот этот кожаный нахлест. А снизу идет неопреновый сапожок. Если на левом кроссовке и здесь на правом изначально тоже они были склеены, то сейчас клей, видимо, рассохся или что-то с ним произошло. И вот сюда я могу засунуть палец. А сделать это я не должен был. Но, в принципе, это тоже каким-либо образом на игру не влияет. Расклеился я и расклеился. Когда кроссовки на ногах, эта область прижимается к этому нахлесту кожаному. Ну и какого-то дискомфорта тоже это не приносит. Посмотрим, как это поведет себя в эксплуатации, но тоже не думаю, что кроссовки из-за этого начнут быстрее разрушаться. И вот мы подошли к самому главному косяку. Это вот эти злосчастные вырезы. Я подозреваю, что их сделали, чтобы чуточку на несколько грамм снизить вес кроссовок. Но если прямо из-за этого, то это совершенно смешно. Скорее причина была в том, чтобы добавить естественности и чтобы в этой области кроссовки вот так неплохо так гнулись. Первая проблема в том, что с внешней стороны естественно есть аутриггер, но самая нагруженная часть, на которую всегда приходится больше всего давление, она как раз таки вырезана. Да, аутриггер есть вот здесь и продолжается тут. Но когда вот вы давите на эту область, там где он больше всего должен испытывать нагрузки, тут вырез. Но честно говоря, каких-то проблем от такого строения и такой структуры я тоже не испытывал. Я ранее уже говорил, что кроссовки стабильны, надежны в игре и каких-то проблем с безопасностью у меня не было. Но все это пока аутриггер живой, потому что вторая главная проблема связанная с этими вырезами, что на их краях подметка очень быстро начинает отрываться, просто отлетать кусками. Вот здесь на этом кроссовке уже один из аутриггеров начал отклеиваться, надеюсь это видно. Но больше всего страдает внутренняя часть. Здесь прям явно уже видно, что кусков резины нету и она продолжает отрываться. Думаю, еще чуть-чуть и здесь прям таких нехилых кусков будет мне хватать. Вон уже они отклеились и осталось буквально, наверное, 5-10 минут игры активной и они оторвутся еще дальше. Казалось бы, ну маленькие кусочки оторвались, вон какая огромная подметка. Но опять же, как с внешней стороны, с внутренней стороны эта область тоже много испытывает на себе нагрузки. По крайней мере у меня с моим стилем игры я много часто заваливаю ногу таким образом, оттормаживаюсь. И естественно здесь у меня пошел активный износ этой области. И даже видно, что пластиковые края, они тоже уже немножко стерты на паркете. Не на улице, а на улицу. Эти кроссовки я ни разу не выносил. Самое хреновое в этой ситуации в том, что под подметкой здесь находится не пена, а вот эти пластиковые кресты. Соответственно, когда еще больше оторвется подметка, то может случиться ситуация, когда вы будете пытаться затормозить, а в местах соприкосновения с паркетом будет голый пластик, который естественно цепляться за него не будет. Нога у вас просто уедет и в этой ситуации можно получить очень серьезную травму. Ну и естественно 38-е вообще нельзя выносить на уличное покрытие. Даже при зальном использовании резина тут мягкая и она начала стираться на обычном паркете. Уже прям явно видны следы износа подметки. На улице, особенно с этими проблемными областями, я думаю подметка проживет на максимум месяц. И небольшая вам справочка. Эта злосчастная торсионная пластина называется X-Plate. И она продолжает линейку эксклюзивных разработок Jordan Brand. В этой области сначала была Flight Plate, потом Eclipse Plate, далее Iso Plate. И вот теперь мы получили X-Plate. Не знаю будет ли ее продолжение в 39-х номерных или это разовая акция, чтобы сделать отсылочку на 8-ке. Амортизация представлена двумя материалами. Это штробель зум сразу под стелькой и пена Кашлон 3.0. Сначала я думал, что есть второй тип пены, потому что кажется, что вот Кашлон оранжевый, а над ним зелененькая пена. Но это просто накладки на мидсоли. В разрезе у доктора Зака видно, что просто зум и Кашлон. Кашлон очень мягкий. Я отмечал это в видео с первыми впечатлениями. Он пальцами продавливается вообще без какого-либо сопротивления. Такое ощущение, что у меня под пальцами пожеванная жевательная резинка. Настолько он мягкий. Но на деле создается забавный и интересный эффект. Когда идешь или легонько бежишь, стоплана буквально миллиметр проваливается и кажется очень мягкого ногам. Но стоит приложить нормальное усилие при старте или прыжке, и излишняя мягкость не проявляется. Создается впечатление, что чудо-инженеры так рассчитали, чтобы у материала был небольшой люфт, примерно в 1 мм. И когда просто наступаешь, тебе мягко. А в боевых условиях дальше пена сжимаясь становится более упругой. По крайней мере я так это ощущал. Повторюсь, потому что это очень важно. В боевых условиях в игре я не ощущал, будто у меня под ногами водяной матрас. Какого-либо намека на нестабильность, которую должна просто обязана давать такая мягкая пена, ее не было. Возможно действительно в ее чудо-свойствах, что она сжимаясь становится более упругой или благодаря тому, что она почти полностью запакована в клетку из вот этой зеленой пены. Почему так происходит? Ответа у меня нет. Есть только факт. При этом любые нагрузки, которые я давал 38-м, они гасили достойно. Ни разу не пробило ни в колени, ни в пятки, ни в тазовые суставы. Но вот той озывчивости и возврата энергии, который был у предыдущих номерных, его нет. Точнее он есть, но он не настолько ярко выражен, как был ранее. В итоге, наверное, за амортизацию я поставлю пятерку, потому что она действительно достойная и мне понравилась. Но это скорее 5 с минусом, 4 с плюсом, потому что я знаю, что Jordan Brand может сделать лучше, как было в 34-35-х, когда вы прям чувствовали заряд под стопой. Здесь он тоже есть, ну какой-то такой полухолостой. При этом не могу сказать, что мидсоль сильно толстая и чувство корта, оно, да, приглушенное, но оно присутствует. Кроссовки True to Size. Я взял свой стандартный размер и мне он как раз. Вес, на удивление, низкий. Визуально кроссовки кажутся сильно тяжелее, но они действительно легкие, учитывая, что это даже не мидкаты. Итог. Ну, немного сложно будет его подвести. Изначально я был настроен сильно пессимистично относительно этих кроссовок. В первой же фотографии мне не понравился их дизайн. И на момент покупки я уже знал, что есть проблемы с этими вырезами и отлетающей подметкой. Но на деле кроссовки оказались не такие плохие, как я настраивал себя на них. А местами даже хорошие. Самая главная характеристика для меня, я их совершенно не ощущал на своих ногах. Что в играх, что на тренировках я не обращал внимания на то, что я сегодня обул, что у меня на ногах, как оно себя ведет. Я просто кайфовал от баскетбола. И я считаю, что это очень важно, когда кроссовки выполняют свою работу. И вы не думаете, что вам нужно поставить ногу так или эдак, чтобы они там как-то не уехали, не завалились, не подвели и так далее. То есть я просто бегал и не задумывался о том, какие кроссовки у меня на ногах. Но жорики справлялись со своими обязанностями, предоставляя мне отличную тракцию, хорошую амортизацию, стабильность и безопасность в играх. Не говоря уже, конечно же, о тренировках. При всем при этом я максимально разочарован их сборкой. Она вся какая-то кривая, косая, гешманскими материалами и, конечно же, их износостойкостью. Все-таки это флагманская модель, которая на минуточку имеет ритейл-ценник в 200 долларов. И платят 200 долларов за кроссовки, вы явно ожидаете другого. Думаю, что одна из причин тому это громкий лозунг, который сопутствует этой модели уменьшения углеродного следа. Программа, которую Nike называет Move to Zero. Собственно, по их заявлениям, 20% веса этих кроссовок представляют собой переработанные материалы. Если посредственные материалы я еще мог бы простить, но вот такую хреновую износостойкость нет. Да, у Джордан Брэнта уже были в истории и ни одна, и ни две модели, у которых были проблемы с износостойкостью. Самый яркий пример, который мне приходит в голову, это 28-е ажорики. У некоторых людей они умирали за 2-4 недели. Если там кроссовки просто разлетались натомы, вы их выкидывали, ну и, соответственно, теряли деньги, потому что вам нужно было покупать новую пару. Здесь же период полураспада, он будет более растянутый, я думаю, эта подметка какое-то время еще проживет, но она напрямую влияет на безопасность. Травмоопасность, вот главная проблема. Вроде все хорошо сконструировали, кроссовки надежны и безопасны, но если еще больше оторвется подметка и будет голый пластик, в какой-то момент нога может так сильно уехать, что хорошо, если будет просто растяжение связок. Но у некоторых это может обернуться куда более серьезной травмой. Думаю, вы понимаете о чем я. В итоге, я не могу назвать Jordan 38 ужасными кроссовками, мне в каких-то моментах даже понравилось с них бегать. Но при всем при этом, рекомендовать их я тоже вам не могу по вышеуказанным причинам. И на этой двоякой ноте я с вами прощаюсь. С ночи бучи! Редактор субтитров А.Семкин